Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Не так давно я был в Чернобыльской зоне отчуждения. Я, конечно, почти каждый месяц туда езжу, но тот случай был особенный. Дело в том, что к нам привязалась в городе Припять собака, которая, ну, из-за того, что она молодая, готов предположить, что она, скорее всего, там и родилась и всю жизнь свою прожила в Припяти. Она к нам привязалась, около двух дней она жила с нами в квартире, ходила там с нами по Припяти, мы за водой ходили, и она с нами сопровождала. Потом мы выходили из Припяти, она нас тоже сопровождала. Смотрите, кто с нами идет, всю дорогу нас шел, сопровождал, молодец. Такой собака, молодец. Кстати, есть такое ощущение, что он с нами аж прям до выброса пойдет. Если пойдет до выброса, мы его через брод перенесем. Смотрите, какой он хороший. И в конце концов мы ее забрали из зоны отчуждения, так эпично Миша перенес ее на руках через воду. В общем, потом так случилось, что собака эта от нас убежала. Мы ее первый раз с трудом засунули в машину, она, видимо, после этого испугалась. Когда мы вынуждены были остановиться перепаковать вещи, она просто от нас убежала. В общем, прошло время, и шаровая нашлась. Мы получили весточку о том, что она... Ну, ее приютили, короче, в одном селе, добрые люди, и мы сейчас хотим поехать ее проведать. В общем, почему я говорю шаровая? Потому что мы сперва думали, что это шар, ну, типа шарик, и потом оказалось, что это не шарик, а девочка, ну, и мы сказали, что это шаровая. Поэтому мы ей такое вот имя выбрали. В общем, ребята, учитывая, что мы едем к ней в гости, с пустыми руками мы не можем. К ней ехать нужно купить ей какие-то гостинцы, и, думаю, нужно купить ей какую-то красивую Буду. Переносимся, короче, с вами сейчас на рынок, и идем покупать шаровой Буду. Есть, ребята, в Японии такая компания, если не ошибаюсь, Кавамото называется. Они занимаются производством масок. И, в общем, на фоне всемирной пандемии, акции этой компании выросли в пять раз. И компания Avalon Technologies смогли этим удачно воспользоваться. Они удачно купили акции этой компании и потом на пике их продали. Благодаря команде лучших аналитиков и прогнозистов компания Avalon и их инвесторы зарабатывают миллионы. Более 170 тысяч вкладчиков доверяют свои деньги этой компании. Avalon берет все риски на себя, а ты гарантированно будешь получать 1,3% ежедневно к своей вложенной сумме. Регистрируйся за пару минут по ссылке в описании, и ты сможешь рассчитать свою прибыль с учетом всех бонусов. Остались вопросы? Круглосуточная горячая линия и офис Москва-Сити ответят на любой твой вопрос. Вот, ребята, мой аккаунт. На счету у меня сейчас, видите, доступно 19 500 рублей и активные депозиты 25 000. То есть 25 000 у меня работают. Но надо запустить сейчас эти денежки, чтобы работали все. Давайте сделаем еще один вклад на 10 000 на 7 дней. И остаток давайте сделаем на 24 дня. Все, теперь у меня вся сумма, можно сказать, в работе. Напомню, ребята, ссылочка в описании. Регистрация займет у вас буквально 1 минуту. Ну все, ребята, операция, план Будда для Шаровой начался. Зашли на рынок. Сейчас будем ходить искать какие-то собачьи домики. Только мы явно где-то куда надо зашли. Да, мы где-то, короче, не тут идем. Скажите, а где собачьи Будды тут продаются? Дальше. Дальше? Спасибо. В общем, нас, походу, дезинформировали. Я не думал, что такая проблема будет собачью Будду купить. Собаку найти в Чернобыле и забрать ее оттуда, это вообще как бы не проблема. Но вот купить собаке Будду оказалось еще какая проблема. Я на самом деле зашел в интернет, посмотрел, по чем собачьи Будды стоят. Я просто в шоке. Можно человеку дом купить, короче, за такие деньги. На самом деле, да что угодно можно купить за такие деньги. Можно ванную купить, продырявить там дырку и как бы все, есть. Я не знаю, что такие цены на них дерут, но проблема еще в том, что их реально купить негде. Не знаю, купить, не купить, но месяц жить в квартире точно можно. Ну да, кстати, чтобы такую более-менее красивую, симпотную Будду купить, то месяц в квартире в Житомире точно можно жить. Ну что, Артем, адекватная цена за Будду? Да, адекватная цена. В общем, ребята, нашли на OLX за адекватную цену Будду. Именно одна у чувака была в наличии. Видно, что сам их делает, то есть не на кого-то работает и может продавать их по адекватному ценнику. Твою мать! Вот именно так у нас случилось, когда мы ее грузили, и, короче, пришлось внутрь залазить и изнутри разбирать карту. Вон видно, я разобрал карту, чтобы открыть дверь. Короче, все, ребята. Будда в середине. Тут, короче, куча вещей. Что, сейчас отправляемся, а по месту уже, наверное, будем разбираться, как мы дверь откроем. Но это вообще нифига не смешно, ребята. Дверь не открывается. В общем, ребята, мы уже в дороге. Едем к Шаровой. Везем Будду. Не знаю, как мы ее достанем с машины. Еще, я думаю, нужно заехать в Шаровой и купить очень вкусные колбасы. И, так сказать, Шаровой хозяйке новой тоже купим что-то похавать. Потому что, насколько я знаю, это либо взрослая женщина, либо бабушка. Я просто не видел, поэтому... Ну, вроде как бабушка. Короче, купим ей тоже, наверное, каких-то продуктов, как думаешь. Думаю, да, но самое главное, весь труд будет заключаться в этом, чтобы достать кутку с машины. Это вообще не просто, потому что на сзади багажник, ручка поломалась. Главное, чтобы не пришлось выбивать окно и уже через окно залазить в другой. Да, потому что через двери, ну, боковые, Будда не выйдет. Придется либо бить окно, либо, я не знаю, либо молиться, чтобы дверь открылась. Так, ну что, к собаке надо ехать в гости с какой-то колбасой. В ТБ, конечно, вкусной колбасы нету, но мы выберем самую вкусную или самую дорогую какую-то, если вкусной не будет. Артем, надо собаке колбасу. Что ты предложишь? Самую вузу. Самую топ, самый топ надо. Нормальды? Да. Все. Шаровая, я думаю, что тебе будет вкусно. Так, ну давай еще хозяйке собаки купим каких-то продуктов. Я не знаю, в ком она возрасте, будет сейчас как-то неудобно, если мы приедем, там, женщина лет 40-50, а мы ей такие, там, гречку купим, еще что-то. Ну, все-таки с пустыми руками не будем ехать. Она все-таки приютила собачку с тяжелой судьбой. У нас фотография до вземка заборонена. Кто заборонил? Компания нас забороняет. Кому? Вам чи мене? Вам. У меня есть Конституция Украины, яка выше вашей компании, и она меня не забороняет. То есть, если вам забороняет компания, то вы можете не снимать. Я себе снимаю, а не цинники, так что, ну, можете не переживать. Окей, можно взять еще... Да, можем собаки взять еще это. Одной достаточно или две? Угу. Давай две возьмем. Все, шаровая, ты, короче, столько, наверное, еще в жизни не ел. Какое-то АТБ такое, ребята, стрёмное. Я вот сейчас в городе без маски захожу. Не, ну это как бы неправильно, что я без маски захожу. Мне заставили тут маску одеть. У меня ее не было, я купил на кассе, спасибо, что без очереди продали. А тут забороняют мне сниматы. Ну, я как бы ничего плохого не снимаю. Все, ребята, скупились. И идем обратно в машину. Оплатил я все своей карточкой от Монобанка. И мне еще даже немножко кэшбэка вернется обратно. Это один из немногих классных украинских банков. Оставлю вам свою реферальную ссылочку, ребята. Вы по ней можете бесплатно получить карточку. И на свой счет 50 гривен получите вы, 50 я. То есть это не реклама, я просто свою рефералку продвигаю. Так что, ну, 50 гривен вам, 50 гривен мне. Ребята, вон она. Я ее вижу. Шаровая. Иди сюда, хорошая собака. Привет. Привет, подруга. Ты шо? Как дела? Тихо, тихо. Шаровая, мы к тебе не с пустыми руками. Пошли со мной, Шаровая. Пошли, 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 пошли. Пошли, покажу, почему мы тебе взяли. Пошли, Шаровая. Шаровая, мы подарки их. Мы тебе таких подарков тут привезли. Шаровая. Ой. Охо. Охо. Я сижу, что я сижу. Охо. На, малышка. Тихо, тихо. Это шаровой. На, на, на. Охо. Охо. На, еще. Охо. Шаровой. Малышка, ты не пропала. Кушай, кушай. Боже, смотрите, она все равно тощая осталась. Да? Да, но я думаю, это временное явление. Нет, ну так времени прошло, это уже месяц, могли подкормить ее. Смотри, у нее как бирка на ухе, ее стерилизовали. Малышка, тебе отрезали там все, что надо, да? Что, ты как живешь? Дай ножку. Еще эту палку скормишь, ей? Да. Это специальная собачья уже колбаса? Она же нас вывела с Припяти в ценности сохранности. Да, чтобы не ты с Шаровой, мы бы вообще пропали в той Припяти без тебя. Малышка. Да, тихо-тихо, с фольгой ты дал. Ну, что ж ты, е... Ничего страшного. Сейчас собака Припять прошла, я сейчас, короче... Дай еще этому тузику мелкому стреку. Да, он много не съест, у него много не влезет. Да давай ей всю палку, пусть ждет. Давай, хавай-хавай, не подавись. Не, не трогай, не трогай. Собака, когда кушает, ее нельзя трогать. Я думаю, она довольная. Я думаю, да. Шаровой, мы к тебе не только с гостинцами вкусными приехали, мы тебе еще дом целый привезли. Она уже друзей нашла? Мы когда в магазин заходили, я по приколу попробовал открыть багажник, он открылся. Короче, там какие-то проблемы с замком. Я надеюсь, сейчас Будда тоже достанется. Шо ты, бродяга? Потрепала ж тебя жизнь, ну ничего. Хорошая собака. Шо, еще хочешь? Шо, голодная, смотри-ка. Да, не, пузо уже наело, просто она сама по себе тощая. Сколько это мы ее не едим? Где-то месяц, наверное, да. Она уже успела познакомиться вон с... Это ее хахаль. Это уже друзья. Будет водить к себе в Будку. В принципе, они в Буде обе поместятся. Ну шо, момент X. Идемте, пробуем открыть багажник. Все получилось. Это очень хорошо. Я даже, видите, ребята, карту разобрал, потому что тут вот эта штучка не дотягивает. Так. Смотрите, какая Будда. В общем, она двухслойная, как термос, утепленная. Здесь OSB. Здесь какая-то вагоночка такая. Внутри утеплитель. Будда, в принципе, здоровая. Крышу сняли. Она там с той стороны. Даже крыша целиком не влазила нам в машину. Пришлось ее чуть-чуть разобрать. Но мы сейчас все дособерем обратно. Ну шо, такой дом вот, короче. Надпись такая немножко колхозненькая. Я не злая. Работа такая. Ну ничего, я думаю, ей пофиг все равно будет. Так. И вот тут у нас крыша. Она чуть-чуть разобранная. Пришлось разобрать, потому что не влазила. Ну, в целом, как-то вот так выглядит. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди, малышка, иди, иди, иди. Не бойся. То есть она у вас живая? Нет. Нет, это тут другая. Все, Валя, еще одна. Мы ее подкармливаем все. Она живет просто на дороге. Мы ее не хотели залишать. Она из машины вошла, взлякалась в машине. И потом не вкакую, и втекла от нас. Мы ее все подкармливаем. Потім дивимся. А как вы ее назвали? Я не ее Жулька, конечно. Там уже, мы слышали, и Найдана ее звали. А я Жулька она иди. Короче, суть такова, что живет она у одних людей. А за брать ее хотят другие. Это тоже собаки, мы уже не ее покармили. Это для собаки. Вот вам тоже что застынись. Вам не ма че робить. Она хорошая, ты бачка. Но она никого не слухает. Она боится. Иди сюда, иди сюда. Хорошая собака. Шо ты, под лавочкой нравится тебе жить, да? Мне, ребята, было немножко неловко тыкать взрослым людям камерой в лицо. Поэтому я особо много чего не снимал. А вам вкратце перескажу, как же живет Шаровая. Полноценный дом она себе так и не смогла найти. Потому что собака в вольной породы родилась в Припяти. И в принципе не понимают, что такое иметь хозяина. Она живет у одной женщины под лавочкой. Заходит иногда к ней в двор. Она ее кормит. И она обратно выходит. Но забрать ее к себе домой хочет совсем другая женщина, которая живет рядом по соседству. Ей в дом мы и установили Буду. Но Шаровая к ней пока что не идет. Так как привязалась к другой женщине. Но мы все вместе посовещались и решили, что они просто ее на недельку возле этой Буды поставят на цепь. Будут кормить. Пойдет какой-то дождик, будет холодно. Она привыкнет, что в Буде в принципе комфортно. Здесь ее кормят. И надеемся, что Шаровая все-таки будет иметь своего хозяина. Но даже если не так, ее все равно кормят. И я думаю, что ей будет все-таки лучше, чем в Припяти. Такая вот, ребята, получилась история. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а с вами был, ребята, Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока. Я надеюсь, что мы еще вернемся к Шаровой и покажем вам, как же она устроилась. Братан, ты с нами вышел. Иди сюда, иди сюда, иди хороший такой. Сейчас тебе в городе где-то палку колбасы куплю. В одно рыло заточишь целую палку. Я, наверное, еще столько колбасы в жизни не видал. В одном месте. Короче, все. Сейчас садись все с нами в Майбах. И едешь с нами. Мы тебя найдем хозяина. И все будет хорошо. Шар, ты будешь жить в городе. А ты, Оля, поедешь в Припять. Все, братан, все будет хорошо. Продолжение следует.